МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главное за день. Смерть на пожаре. Наезд на зебре и китайская ракета над Улан-Удэ. Диалог будет открыт, прямой. Можно будет в прямом эфире задавать вопросы. На очереди министры. Правительство Бурятии продолжит общение с жителями республики в прямом эфире. Где же все разговоры о борьбе с бедностью, об устойчивом развитии, об экологии? Куда все делось? Неотвратимые перемены. Что ждет жителей Бурятии после послания Путина? По решению Минтранса железнодорожных путей, ты решаешь включить 9 точек пересечения железнодорожных путей в городе Улан-Удэ в реновацию. Новые ЖД переезды и проколы. Изменения в Улан-Удэ после послания президента. Каждый человек должен понимать, что должно у человека быть устремление, действие, а молитва – это лишь дополнение. За благополучие в Иволгинском Датсане прошел торжественный молебен в день Сагалгана. Для меня это большая честь быть сегодня на празднике. Камлад здесь на встрече Нового года. Как бурятские шаманы встретили Новый год? Получается, второе, третье место. Не расстроены вообще? Вообще не расстроены. Это же новые эмоции. Сагалган в парке юбилейный. Как встретили белый месяц Улан-Удэнце. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы задержаны за кражу наших сердечек. Женский патруль в Улан-Удэ. Водителей поздравили с 23 февраля. Бурятский гидромедцентр обещает теплый март. Температура воздуха в первый месяц весны будет на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы. Это новости на АТВ. В студии нам жил Коновалов. Здравствуйте. О других важных событиях Бурятии Далее расскажет Дорж Сибиданов. Начнем с происшествий. Вечером 20 февраля в Улан-Удэ на улице Барсоева Тойота Камри сбила двух пешеходов на зебре. Пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали в БСМП. Другое серьезное ДТП произошло вчера днем в Закаменске. Тойота Виста выехала навстречу и врезалась в Тойоту Виндом. Водителя Висты с тяжелыми травмами госпитализировали в районную больницу. В Закаменске произошла еще одна трагедия. Вечером 20 февраля там сгорел дом. Во время тушения спасатели обнаружили тело мужчины. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Другой пожар произошел вчера в Улан-Удэ в микрорайоне Аршан. На момент прибытия спасателей огонь распространился на всю мансарду. В результате огнем уничтожен мансардный этаж на площади 150 квадратных метров и кровля бани. Предварительная причина – неправильное устройство, неисправность отопительной печи и дымохода. 18-летний Улан-Уденец попытался обокрасть гараж, испугался сторожа, а затем решил снова попытать удачу на территории соседнего предприятия. Когда парня задержали, он признался, что проникал на территории с целью тайного хищения имущества. Эта трагикомедия произошла накануне в железнодорожном районе. Теперь ранее судимому молодому человеку грозит еще одна уголовка. Улан-Уденцев взбудоражил непонятный летящий в небе объект. Как оказалось, это был китайский ракетоноситель. Об этом сообщили в Иркуском планетарии. Сразу стало понятно, что это не метеор. Явление продолжалось 10 секунд, в то время как метеор виден максимум в течение нескольких секунд. Мы связались с коллегами из Международной метеорной организации и получили подтверждение того, что наблюдаемое явление связано с разрушением космического аппарата. К слову, ракетоноситель отправился на орбиту еще 27 декабря прошлого года. Год «Тигра» проводили, пора и проводить зиму. 25 и 26 февраля в этнографическом музее АТВ совместно с радио МСМ устраивают народные гуляния с музыкой, играми, конкурсами и подарками от партнеров. Сети магазинов «Белоречья», кафе «Самарканд» и банкетного зала «Астория Грант». Ждем вас в 13.00 в этнографическом музее 25 и 26 февраля. Кстати, 26 февраля праздновать Масленицу будут и в парке имени Орешкова. Вас ждут 5 анимационных площадок с интересными конкурсами. Возрастное ограничение 0+. Два часа прямого эфира каждый день. Тысячи просмотров, сотни вопросов и комментариев. Ради этого на прошлой неделе мы сдвинули новости на более позднее время. Неделя прямых эфиров с зампредами закончилась. Накануне в правительстве подвели ее итоги. Оценили положительно и пообещали продолжить общение с народом в таком формате. А вот наш главвред Сергей Тучков, который был одним из ведущих, настроен более критично. Давайте узнаем почему. Что ж, друзья, попробую уложить свои эмоции и выводы в пару минут. Это я. Меня зовут Сергей Тучков, я журналист. Я здесь для того, чтобы все вот это не превратилось в такой скучный, чиновничий между собойчик. А это моя соведущая Ирина Доржиева. Меня зовут Ирина Доржиева. Я отвечаю за информационную политику и связи с общественностью в правительстве. Когда Ирина предложила мне вместе с ней провести пять прямых эфиров с зампредами, я не сразу поверил. Ведь из прямого эфира нельзя ничего вырезать. Любое вранье там, как на ладони. Чтобы вывести туда чиновников, нужна определенная смелость. Диалог будет открыт и прямой. Можно будет в прямом эфире задавать вопросы. На что не успеем ответить в рамках прямого эфира. Будут ответы даны в письменной форме. Ну и в любом случае, из того перечня вопросов, которые поступят, мы поймем, на что еще нужно обратить внимание, с чем еще дополнительно поработать. Зампреды и министры, конечно, люди публичные. И выступать перед большой аудиторией – часть их работы. Но толкать бодрую речь на открытие очередной школы или дороги – одно, а общаться в прямом эфире с людьми, в том числе недовольными, совсем другое. Не все смогли быстро перестроиться. Одни рапортовали, будто перед начальством. В 2022 году, несмотря на сложности и внешние препятствия, мы определенно добились успехов в сфере природопользования, в сфере туризма, культуры, имущественных и земельных отношений. Другие пытались покорить публику позитивом. Я хочу поблагодарить за совместную работу. Благодаря вашей поддержке, конечно, мы чувствуем себя в тонусе. Третьи пустили в ход тяжелую артиллерию. Но ничто из этого не работало. Человеку интересен человек. Вот и зрители пришли посмотреть на живых людей. Им не нужны общие цифры. Они их не впечатляют, а раздражают. Им не нужна зарядка с танцами. Прямой эфир – не свадьба. Но в те редкие моменты, когда зампреда проявляли эмоции, за функцией была видна личность. Сегодня день покровителей охотников и рыболовов. Поэтому это мой день. Понятно. Поздравляю, Петр Степанович. Спасибо. В итоге самым живым и искренним лично мне показался последний эфир со Всеволодом Мухиным и Екатериной Кочетовой. Хотя изначально именно он обещал быть самым скучным. Оба зампреда – экономисты, а экономика по определению скучнее культура, социалки и даже сельского хозяйства. Но именно Мухин и Кочетова выглядели самыми искренними. Вы не поверите, они смущались. Я думаю, я так смяла презентацию. Нет, нет, нормально было все. Спасибо. Но все это было искренне. А если оценивать саму идею, конечно, все зампреды затянулись докладами. Конечно, в самой студии, в зале не хватало активных общественников и журналистов, этих профессиональных задавальщиков вопросов. Конечно, и мне надо было вести себя поактивнее и даже где-то понаглее. Но в целом, то, что власть готова общаться с народом в таком формате, уже хорошо. Спасибо, что сегодня были с вами. Завтра спросим с других зампредов. Прожарим как следует, да? Я бы была поосторожнее. Меня вообще ничто не пугает. Хорошо. До встречи. До свидания. Пока. Спасибо. Поговорим о политике. Вчера Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Это его первое обращение к парламенту с начала СВО. О том, какие перемены ждут жители Бурятии, расскажет Екатерина Быкова. На каждом из нас лежит колоссальная ответственность. Сложное рубежное время. Период необратимых кардинальных перемен. С таких тезисов начал свое обращение Владимир Путин. Сегодня поговорим о том, какие перемены повлияют непосредственно на жизнь в Бурятии. И так, обо всем по порядку. Предлагаю с 1 января следующего года, вдобавок к запланированному повышению, провести еще одно на дополнительные 10%. Таким образом, минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5% и составит 19242 рубля. Умножаем величину на региональный коэффициент. Итого, в 2024-м мрот на жителя Бурятии составит 28 863 рубля. Особое внимание в своей речи президент уделил заслугам участников спецоперации. Для всех военнослужащих, для всех участников специальной военной операции, в том числе и для добровольцев, регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода, без учета времени на дорогу. Помимо этого, за каждым ветераном и семьей погибшего участника СВО закрепят социального работника. В правительстве Бурятии уже есть отдел со схожими задачами, но специальный федеральный фонд позволит усилить работу. Еще одна животрепещущая для нас тема – мусор. В приоритете дальнейшая ликвидация старых мусорных свалок и опасных объектов накопленного вреда. Ко всему прочему, продолжит развитие транспортной инфраструктуры с особым вниманием к малым городам. Положительные изменения коснутся здравоохранения, расселения аварийного жилья и модернизации ЖКХ. Екатерина Быкова, телекомпания АТВ. И еще немного о послании Владимира Путина. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутеньков на встрече с землячествами Бурятий сообщил об изменениях в транспортной системе города. Чего ждать в будущем, знает Александр Зуев. Мэр города встретился с представителями землячеств Бурятии. Не обошлось без подарков и поздравлений в честь праздника Белого месяца. Кроме того, это отличная возможность не только встретиться с земляками, но и обменяться планами и идеями проведения праздников. В этой встрече обмениваемся мнениями, определяем какие-то задачи. Иногда даже и подводят итоги, но как сегодня же Игорь Юрьевич ему не подвел итоги. Мы уже напрямую из контакта идем в землячество, проводим встречи с Игалгана, например, кто в театре, кто в спортивных залах. И там выступаем, рассказываем, что такие встречи прошли, такая идеология, надо там-то работать. Ну, как бы доносим до народа. Помимо этого, Игорь Шутенков рассказал, какие изменения совсем скоро ждут Улан-Удэ. По решению Минтранса железнодорожных путей, принято решение включить 9 точек пересечения железнодорожных путей в городе Улан-Удэ в реновацию. То есть мы будем строить железнодорожные переезды, проколы и так далее. Тем более, мы когда закончим строительство нового третьего моста, нам необходима развязка. Также мэр уточнил, что все это благодаря мастер-плану и решению президента по модернизации Востока. Александр Зуев, Артур Заведжевич, телекомпания АТВ. На днях в Бурятии высадились импассадоры федерального проекта «Больше чем путешествия». Одна из них – Мия Бойко, певица и блогер с 10 миллионами подписчиков в ТикТок и почти тремя миллионами в Ютуб. Проект реализуется при поддержке института и развития интернета и ВК. Мы к вам приехали в рамках проекта в Бурятию для того, чтобы снять фильм о вашем регионе, а также создать огромное количество UGC-контента, чтобы распространить на площадке социальной сети ВКонтакте и рассказать о вашем замечательном регионе, огромному количеству людей, целевой аудитории, тех людей, которые мечтают отправиться в путешествие по нашей необъятной красивой стране. Ребята уже успели поснимать в окрестностях Улан-Удэ, в Волгинском Дацане, на конной ферме, на Байкале и, конечно, поделились контентом с подписчиками. Я уже вчера столько контента наснимала, уже везде всем показала, мне уже пишут «О, а ты что, в Бурятии? Давай приезжай к нам в гости, мы тебя ждем». Ну, тут как бы есть тоже моя аудитория. Сейчас в отеле со мной фотографировались девочки, которые работают в этом отеле, и это очень приятно, потому что я бы даже и подумать не могла, что так далеко, и кто-то есть, кто знает меня, слушает мои песни. Это очень безумно приятно, и поэтому хочется как можно больше показать и рассказать о вас. Всего амбассадоры проекта проведут в Бурятии пять дней. В планах поездка к семейским, встреча с шаманом и двухдневное путешествие на Байкал. Сейчас не переключайтесь, впереди короткая реклама, а после нее вы увидите. Каждый человек должен понимать, что должно у человека быть устремление, действие, а молитва – это лишь дополнение. За благополучие в Иволгинском Датсане прошел торжественный молебен в День Сагаллана. Для меня это большая честь быть сегодня на празднике, камлад здесь на встрече Нового года. Как бурятские шаманы встретили Новый год? Получается второе, третье место. Не расстроены вообще? Вообще не расстроены! Новые эмоции! Сагаллан в парке юбилейный, как встретили белый месяц улан-уденцы. Здравствуйте! Вы задержаны за кражу наших сердечек. Женский патруль «Улан-Удэ». Водителей поздравили с 23 февраля. С Абсолютом готовить легко. Колбаса «Русская ГОСТ» от бурятской мясной компании. Всего за 199 рублей. Продолжаем выпуск. Вчера буддисты всего мира встретили Новый год по лунному календарю. По всей Бурятии в честь Сагаллана прошли концерты, выставки и мастер-классы. Жители республики ходили в гости и встречали родных и друзей белой пищей. А началось утро с торжественного молебна. В центре буддизма России и Волгинский дацан съехались сотни верующих. Побывала там и Алина Котова. Хурал Цидор Лхамо проводится на рассвете первого дня Нового года по лунному календарю. Считается, что в это время на землю спускается богиня Балдан Лхамо и благословляет тех, кто делает ей подношение. Ламы проводят специальный обряд призыва удачи и благоденствия. Лишь просто благопожелать, да, это одно. Грубо говоря, каждый человек должен понимать, что должно у человека быть устремление, действие, а молитва – это лишь дополнение. Как, например, чай с молоком, да, молоко – лишь дополнение к чаю, а не считается чаем. Если мы уберем молоко, оно стоит чай, самое главное чай – это что? Заварка и вода. Молоко – это добавление. То же самое молитва, молебни, вот это все добавление, как молоко к нашей жизни. С шести до восьми утра сотни верующих в Иволгинском Датсане помолились за благополучие родных и близких. После молебна прихожане поприветствовали пандида Хамбол Аму и обменялись ходаками. Мы пришли молиться за всех, но все жили хорошо, чтобы мирное небо над головой было, но это все дружно, чтобы богато все жили. Мы с утра уже дома, как называем Ганг, во дворе у себя поставили, зажгли благовоние, огонь и угостили богов, заварили свежий чай, побрызгали. За благополучие будущего года, за здоровье, за достаток, за благодействие в этом году всей нашей семьи. В следующие 15 дней от уступления Сагалга на ламы будут проводить особый молебен – Манлам Ченмо. В это время прочитываются все защитные и ритуальные тексты. Алина Котова, Артур Зверджевич, телекомпания АТВ. А шаманы Буретии отметили Белый месяц согласно своему обычаю. На обряде собралось более 60 священнослужителей. Как встретили год Черного Зайца, знает Валерия Ренчинова. Мы находимся в шаманском центре Тенгери. Здесь проходит празднование Белого месяца. Как же шаманы встречают Новый год? Пойдемте узнаем. Обряд встречи Нового года начался еще до рассвета, но верующих в центре уже десятки. В этот день собралось 65 шаманов. Все для того, чтобы помолиться за благополучие и процветание земляков в этом году. Некоторые священнослужители преодолели тысячи километров, чтобы попасть на встречу Белого месяца. Я родилась в Улан-Удэ, но в 4 года вместе с родителем переехала в Санкт-Петербург. 12 лет назад приняла свое первое просвещение. И вот уже 7 лет не была на родине, и для меня это большая честь быть сегодня на празднике, камлад здесь на встрече Нового года. После молебна следует подношение богам. Прихожане и шаманы, следуя к огню, несут с собой белую пищу и сладости, чтобы задобрить предков. Не забыли и рассказать, что нас ждет в Новом году. По словам шаманов, этот год тяжек и труден для мужчин, а женщины будут много рожать. Должны сбыться те материальные позывы, к которым стремится каждый. Валерия Ренчинова, Александр Семенов, телекомпания АТВ Сагалган красочно встретили и в Улан-Удэ. Часть горожан начали отмечать праздник Белого месяца в парке Юбилейный. Ломали хребтовые кости, играли в шагай на аден и принимали поздравления от белого старца. Что еще было интересного, расскажет Антон Симонов. Как празднуют сагалган ходят в Датсан, встречаются с семьей и, конечно же, едят белую пищу. Мы находимся в парке Юбилейный и здесь тоже начинают отмечать сагалган. И здесь есть для этого абсолютно все. И по традиции начинают игру с разбивания хребтовые кости. Я тоже сейчас попробую это сделать. У меня не получилось, но хоть посмотрю, как это делают профессионалы. А еще вы будете разбивать кости, да? Да, все верно. Уже разбивали? Ну да, пробовали. Одну, да. Сложно? Сложно. Сложно. Мы до этого ломали огромные палки, но кости первый раз. Да. Вот, и получилось. Это круто. Получается второе, третье место. Не расстроены вообще. Вообще не расстроены. Это же новые эмоции. А как же золотое кольцо за 12 тысяч? Да, главное не пробовали, а мы участвовали. Нам было самое главное это, чтобы поучаствовать и попробовать себя. Мы празднуем день в день, поэтому мы решили не распыляться на разные площадки, а лучше провести одно крупное мероприятие в одном парке. Участники смогут полакомиться позами, пловом и, конечно же, приобрести основные сувениры данного праздника. Сейчас идет охота на белого зайца. Здравствуйте. Здравствуйте. Что делаете здесь? Играем с детьми, празднуем. Как играете, расскажите. Мы играем национальную баурятскую игру, называется она «Найди палочку». И вот и наш победитель. Давай скажи раз, два, три. Умничка. Ура. Получай свой приз. Получай свой приз. Молодец. Тоже хочу конфетку. Многоуважаемые жители города Улан-Удэ, горячо поздравляю вас всех с наступающим годом черного водяного кролика. Желаю богатства, процветания, здоровья, не знать болезней и проблем. Всего хорошего. Да будет так. Дорогие жители города Улан-Удэ, поздравляю вас с наступившим праздником белого месяца. Желаю счастья, удачи, здоровья, успехов вашей семье. Я и вся редакция телеканала тоже присоединяется к поздравлениям. Саган Харар, Сагал Ганар. Антон Симонов, Александр Семенов, телекомпания АТВ. Женский патруль на улице Улан-Удэ. Сегодня, в преддверии Дня защитника Отечества, сотрудники ГИБДД решили поздравить наших автомобилистов. Помогла им в этом наш корреспондент Дарья Белева. Как это было, смотрите в следующем сюжете. Здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляем вас с наступающим праздником. Спасибо. С Днем защитника Отечества. Будьте внимательны на дороге. У сотрудников ГИБДД есть одна добрая традиция. Каждый год они выходят на улицы Улан-Удэ и поздравляют водителей мужчин с 23 февраля. Дарят вот такие небольшие милые подарки и, конечно же, хорошее настроение на весь день. Сегодня порадовать улан-удэнцев вместе с ними вышли и мы. Ну, я бы не сказал, что испугался, а, как говорят, приятно. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы задержаны за кражу наших сердечек. Здравствуйте. Нарушники, пожалуйста. Вы слишком очаровательны, чтобы вас не поздравить с 23 февраля наступающим. Нарушайте. Вы украли наши сердца. Мы не могли вас не остановить. В преддверии праздника Днем защитника Отечества хотелось бы пожелать вам, поздравить, пожелать вам всего хорошего. Будьте, пожалуйста, внимательны на дороге. Вот, получите памятный приз от нас. Спасибо. Ну и как настроение после того? Нормально. Хорошее, можно сказать, поднялось. Было хорошее, а стало еще лучше. Как обычно 23 февраля отмечаете? Что делаете? Отдыхать. Никак? Отдыхаем. Отдыхаете? Хочу отмечать. Дома, семьей. С друзьями. Посиделки, чай пьем. Дома, в семейном кругу. Носки. Да. Носки не очень, ремень еще куда-нибудь смог. Ремень можно, да, подарить? Да. А вы как думаете? Чтобы поверт? Да, у меня все есть. Все есть? У меня есть три сына, мне этого, в принципе, не нужно. Лучшие подарки. Носки – хороший подарок? Ну да, еще трусы, да. Можно смело дарить. Так что, мужчины, не жалуйтесь, если вам подарят. А если они с приколами, то еще лучше. Вот. Такая акция у нас проводится ежегодно, в преддверии любых праздников, не только 23 февраля, но и также 8 марта. Водителям очень приятно, когда их останавливает не мужчина-инспектор, а девушка-инспектор, да, то есть это неожиданно, приятно. Я думаю, что мы дарим положительные эмоции. Конечно, сначала мы вызываем смешанные чувства, инспектор ГИБД – это всегда проверка документов, это всегда негатив, а когда мы поздравляем, ну и люди радуются. Что бы хотели пожелать нашим мужчинам? Мужчинам, нашим водителям, мы всегда желаем здоровья, счастья, любви, быть опорой в семье, соблюдать ПДД и взаимоуважение на дорогах. Желаю мужчинам, чтобы они были мужественными, сильными, чтобы защищали своих близких, женщин, чтобы в делах у них все получалось. Ну и мирного неба над головой, счастья семье. Я присоединяюсь ко всем поздравлениям. Поздравляю вас, дорогие мужчины, с наступающим 23 февраля. А с вами были Дарья Белева, Артур Звержевич, телекомпания АТВ. На этом у меня все. Еще больше новостей в телеграм-канале АТВ. Вступайте в него по QR-коду на экране. Не переключайтесь, впереди еще один полезный сюжет. Ну а я, пользуясь случаем, хочу поздравить всех зрителей АТВ с праздником Белого Месяца. С вами был Намжил Коновалов. Байрла. Весна не за горами, а это значит, солнца будет больше. К празднику Белого Месяца «Оптика ССЭК» подготовила подарок – праздничную акцию скидки до 100%. Я являюсь постоянным покупателем «Оптика ССЭК», услышала, что будут разыгрывать скидки. Я пришла выбрать очки для компьютера и вытянула скидку 50%. Подарок такой классный к Сагалгану. Я поздравляю всех жителей с праздником Белого Месяца. Желаю мира, уюта и всего хорошего вашим семьям. А еще «Оптика ССЭК» радует новинками. С 23 февраля в салонах пройдут шоурумы – эксклюзивная коллекция очков 2023 года. Еще в начале февраля – на мировой выставке в Милане, а сегодня – в салонах «Оптики ССЭК». Я решила приобрести себе солнцезащитные очки. Тем более узнала, что у «Оптики ССЭК» новое большое поступление. Приобрела я себе красивые солнцезащитные очки и поучаствовала в акции, где вытянула купон в 40%. Это так здорово. Спасибо «Оптики ССЭК» за большой выбор и за возможность быть стильным и красивым. Поздравляем с праздником Белого месяца Сагалкан. Пусть у вас всегда будет радость, здоровье, удача и счастье. Успевайте приобрести качественные очки со скидкой в «Оптике ССЭК». Акция продлится до 28 февраля. А также «Оптика ССЭК» приглашает на шоурумы 23 и 24 февраля в салоне на Терешковой 24, а 25 и 26 числа на «Ленина» 32А. Эксклюзивная коллекция очков 2023 года от брендов «Лакост», «Лаура Биаджоти», «Библос», «Джени» и «Лью Джо». Покупайте очки из новой коллекции 2023 года со скидкой 20%. Настоящий итальянский кофе в абсолюте. Кофе «Ромео Росси» 1 килограмм со скидкой 64% всего за 650 рублей. Компания «Ретрус» оказывает комплексные экологические услуги в области природоохранного законодательства. Составление годовых отчетов по экологии о выбросах вредных веществ в атмосферный воздух, использовании воды, обращение с отходами производства и потребления, а также помощь в оплате за негативное воздействие на окружающую среду и в постановке на госучет. Телефоны для справок на экране. Найти нас вы можете по адресу улица Боевая, СМВ. В «Оптике СССР» скидки до 100% на всё. На оправы солнцезащитные очки и линзы. Выберите очки из всего ассортимента. Выгодно и приятно. Скидки до 100% в «Оптике СССР». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова